Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. 7.22 июня 2023. Четверг для этой передачи. Это последний день на неделе рабочий. Но итогов, как обычно, в последние недели уже не получается подводить по четвергам, потому что все процессы в развитии. Значит, есть развитие скандала с диктатором и не диктатором. Значит, это первый момент. Второй визит моди происходит сейчас. И есть много интересной информации. Я буду с вами делиться тем, что я узнал. Ну и украинская ситуация развивается. И этому посвятим финальный сегмент передачи. Я думаю, вот примерно так. Такой план. Вы можете мне писать. 3-4-7-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает. Напоминаю, что идеально слушать наш в прямом эфире на Руис и радио. Аппликейшн. Приложение. И там можно и смотреть, кстати говоря, еще голову с открывающимся ртом. Вот. Ну и опять же, наши клипы и глава наших подкастов там присутствуют. Поэтому настоятельно рекомендую. Ну, все, кто смотрит меня на YouTube, подписываются на канал. Так количество подписчиков зашкаливает уже. Уже мне приятно. В смысле, в последние дни увеличивается резко. Это хорошо. Напоминаю, друзья, еще раз, что ваш покорный слуга, независимый политический аналитик, не принимающий никакого иностранного финансирования, кстати. Все мои мысли, которые вы сказали, это мои мысли. Теперь они могут не совпадать с мнением редакции. Кстати, радио РУСЭ это независимая американская радиостанция, которая тоже не принимает никакого иностранного финансирования. Так что, ребят, мы независимы. Это на самом деле так. Говорим то, что считаем нужным говорить. Никакой цензуры на нашей радиостанции нет. И никаким политическим интересом мы не служим. Это небольшой дисклеймер для новых подписчиков и новых радиослушателей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как я и говорил, кто-то должен в итоге отыграть в даун. Да, плейдаун эти комментарии. Диктатор не диктатор. Кто диктатор, кто не диктатор. Что диктаторы боятся, что диктаторы не боятся. Что они любят, что они не любят. Почему они злятся, почему они не злятся. Короче, сам президент отыграл. Да, Байден сказал, что несмотря... Мы все равно планируем встречаться. Я уверен, что такое, типа он рассказал сегодня в других комментариях. Что я уверен, что то, что я сказал, никак не повлияет на наши отношения. Смешно. И поэтому мы все равно будем встречаться и много контактировать еще в будущем. У нас большое количество разных контактов. Поэтому не надо на это так много серьезно обращать внимание. Мол, типа, ну, сказал и сказал, проехали. Типа, ну, я вам хочу сказать. Демарш, который устроили китайцы, настоящий. То есть, ноту протеста в МИДе уже вызывали посла. Посол, кстати, непростой человек. У нас в Китае бывший директор ЦРУ посол. Николас Бернс. И он, если не ошибаюсь, он директор ЦРУ был. И ему была вручена там серьезная нота. Прям настоящий Демарш по всем законам. Все это неприемлемо. Кстати, текст этой ноты не разглашается. Ни китайский министерство на данных дел, ни нами, ни... Госдепартамент вообще никак не комментирует ситуацию. И то, что у нас на властях на станции проходило, что заявление Байдена, вчерашний комментарий Байдена относительно вторничный, да? Когда Блинкин уже был в воздухе, уже этот комментарий прозвучал. А улетал, уже улетел из Китая вовремя. Слава Богу, что он еще не был там, потому что в шоке все были. И у нас в новостях прозвучало, что наши чиновники высшего уровня в администрации вообще не представляют себе, как это можно произнести. Никто не комментирует, вы понимаете? Никто не прокомментировал ничего. Вот, сам Байден поэтому прокомментировал. А мог бы, опять же, вот Карин Жан-Пьер поручить эту непростую задачу, как-то отыграть назад. Все, ну, не важно. Главное, что Америка сообщила, что она не воспринимает это как серьезную, прям какую-то важную вещь. Так что не обращайте внимания. Мы иногда говорим какие-то вещи, но мы не имеем их в виду. Или мы имеем их в виду, не думаем, что это так прям важно. Ну, кажется, как я тебя называю. Главное, как мы с тобой общаемся. Вот, а как я думаю, кто-то на самом деле, это же не играет роли, правда? Так, наверное, думает наш президент. Не знаю. Это все очень смешно, правда, если бы не было так грустно. Теперь о важном. Это как бы пока проехали, посмотрим, удастся ли, все ли сыграют даун эту ситуацию, да, все ли спустят это как бы на тормозах скандал этот. Посмотрим. Я говорил вам вчера, что есть определенные знаки того, что китайцы тоже не хотят сильно раздувать эту тему, потому что раздувание этой темы тоже несет определенный негативный месседж внутри Китая, который не нужен. Зачем лишний раз повторять, что кто-то из мировых лидеров, да не просто кто-то, а как бы президент США называет главу Китая диктатором. Это лишний раз повторять для своей публики тоже не надо. Поэтому в пресс-конференции, в пресс-релизе, как я очень рада сказал, из пресс-релиза китайского пресс-секретаря МИДа было убрано вот это, да, о том, вся эта ремарка его относительно того, что это неприемлемо, абсурдно, экстремально неправда, идет против фактов. Всего этого текста в пресс-релизе уже не было. Так что будем надеяться, что ничего плохого совсем из этого не получит, не произойдет, не вылится это ни в какие реальные последствия для начала нормализации, давайте так скажем, начала нормализации, как сегодня характеризуют наши с Китаем взаимоотношения после визита Блинкена. Теперь о главном, наверное, да, на сегодняшний день в плане американской внешней политики. Визит модис начался, и в смысле в Вашингтон. Утром сегодня был торжественный прием прямо на лужайке южной Белого дома. Семь тысяч гостей, большинство из которых Indian Americans, да, то есть американцы индийского происхождения и в втором поколении, в первом поколении мигранты. И они скандировали Моди-Моди. Представьте себе, как это было круто, премьер-министру Индии прийти на лужайку, где вот так его имя скандируют. Примерно как у него дома на стадионах. Да, когда Антониагу приезжал, его там принимали на стадионе, и весь стадион стоя кричал Моди-Моди. А когда Трамп приезжал, то же самое было. И так же скандировали Трамп-Трамп, я помню. Огромный стадион. Индия большая страна, правда, с большим, огромным населением. В общем, все эксперты, вся аналитика сегодня пишут, что этот визит будет переломным в взаимоотношениях между Соединенными Штатами Америки и Индией. И у меня тут есть определенные, то, что называется, резервейшнс, да, определенные моменты, которые меня немножко удивляют. И я не совсем понимаю авторов некоторых статей, с которыми я познакомился со статьями, которые говорят о том, что вот, в том, что Индия не получала самого лучшего американского оружия, в США, в этом виноваты американские политики, политическая конъюнктура внутри в Вашингтоне, на Белтвей, да, то есть в Вашингтоне и вокруг него, и так же бюрократия, да, бюрократические проволочки всякие. Не совсем так. Индия не получала передового американского оружия, невероятных американских военных технологий и специального отношения достаточно долго, по нескольким причинам, и эти причины очень важны. Во-первых, у нас в войне с террором главным союзником все-таки был Пакистан. Последние 20 лет, наверное. Ну, опять же, союзником, ну, так как его расположение, география, граничащая с Афганистаном государство, имеющее влияние также на Афганистан, естественно, и одного из главнейших игроков на Афганской полянке, понятно, что для нас, ведущих там войну, до, по крайней мере, лета 21-го года, было важно именно со Пакистаном вместе работать, и мы понимали опасения в плане безопасности Пакистана, потому что Индия и Пакистан, как мы понимаем, это пока неразрешенная головоломка. И без сомнений то и другое государство воспринимает своего визави как главную угрозу своей безопасности, потому что визави ядерная держава, как и та страна, которая эту страну воспринимает как угрозу. И тут, естественно, если ты дружишь как бы и перепоставляешь военные самолеты и огромное военное финансирование Пакистану, то сложно при этом работать с Индией. Это первый момент. Второй момент, и мы еще подумаем на самом деле, попытаемся прокомментировать, каким образом дальше будет складываться с Пакистаном отношения, если враждебность не прекратится. И так как мы понимаем, что в любой момент то, что происходит между Индией и Пакистаном, может вырасти в обострение всегда, и это происходит на наших глазах, происходило и происходит на наших глазах с периодичностью. Да, есть места, где там прям совсем все обострено, и где демаркация, а не демаркация, я имею в виду границы, да, как бы Джамм и Кашмир, и где есть вопросы, и они остаются, и нерешенные проблемы, и опять же те проблемы, которые есть в Индии с мусульманским меньшинством, они никак не могут улучшить потенциальные отношения с Пакистаном. Естественно, все это большая проблема, сама и одна из точек потенциальной дестабилизации Южной Азии, да, или как хотите, Индийского субконтинента, как хотите, называйте. В общем, это была важная причина, почему не шло дальше, чем вот туда, куда сегодня пришло, куда пришло, я расскажу, это правда удивительно, и это прям реально много, я не уверен, что это добьется, что все эти договоренности в итоге исполнят главную задачу Соединенных Штатов, одну из двух главных. Первая главная задача была, как пишет World Trade Journal сегодня, оттащить за уши Индию от... Я перефразирую, конечно. Да, оттащить Индию за уши от получения российских контрактов, да, от оружейных российских контрактов, когда Индия невероятный клиент для России, и традиционно, и Советского Союза была всегда, и остается сегодня. И это неизвестно, будет ли исполнено. Вот, это первое. А второе, самое главное, уже в плане экономическом и политическом, это еще и противостояние Китаю очень важно, и Индия главный, как бы, наш инструмент в выстраивании антикитайской коалиции, и главное, в диверсификации инвестиционного потока, в производство передовых всяческих полупроводников и разных других вещей, которые мы не хотим, чтобы производились в Китае, потому что они и двойного назначения, мы об этом уже вчера говорили, да, двойного назначения очень много, особенно полупроводники, которые могут в военных технологиях использоваться, и мы не хотим давать Китаю, мы не хотим, чтобы на наши деньги, на деньги наших инвесторов, или европейских инвесторов, китайцы улучшали свою военную машину, при этом еще и помогая нашим потенциальным конкурентам, соперникам в Европе, вести военные кампании. Да, это как бы и сверхидея. Неизвестно, то есть, если по второму пункту понятно, что Индия заинтересована в горячем с нами сотрудничестве, то по первому пункту я представляю себе, еще позже об этом один расскажу, но немножко в другом контексте, Индия все равно останется российским клиентом. Да, сегодня я вам это говорю, запомните эти слова, занесите их в протокол, как говоришь вондаш, да, в любом случае Индия останется российским военным клиентом, это цивилизационная дружба, она никуда никогда не уйдет, да, это первый, это момент как бы такой, который нужно принять. Мне кажется, Американская Министерство должна это понимать, хотя, может быть, иллюзии разные присутствуют, потому что мы, Америка, видим мир так, как мы хотим, таким, каким мы хотим его видеть, и в этом мире работают санкции, кстати, да, в нашем понимании санкции работают, и мы добиваемся всегда поставленных задач и целей. Это немножко, не совсем, скажем так, не совсем реалистичная картина мироздания, на мой взгляд, по крайней мере. Пошли дальше. Значит, давайте о контрактах для начала. Будет сегодня, сегодня обещают нам сюрприз, прям, когда будет анонсировано, скорее всего, будет очень скоро анонсировано. Анонсировано будет я просто для того, чтобы не ошибиться в маркировках того, что будет куплено. Значит, индийцы должны объявить сегодня, что заключается контракт на поставку двух дюжин 24 MQ-9B SeaGuardian дроны. Это суперпередовая американская штука, она морского, как мы понимаем, базирования, от SeaGuardian, и это обновленная версия классического дрона Reaper, большая, на 3 миллиарда этот контракт. И мы так понимаем, что мы никому это пока не продаем. Вот Индии мы это продадим, это первое. И второе, о чем будет сегодня объявлено, мы заключим с Индией контракт, на производство совместно реактивного двигателя для самолетов, который, это то, что у нас называется F-18 самолет, и мы будем делиться с Индией технологиями. Технологиями, которыми мы ни с кем не делимся, потому что они суперпередовые и секретные. И это вызывает у меня серьезные вопросы, потому что то, что Индия была и остается российским оружейным клиентом, для справки, за последние 10 лет Индия купила у России вооружений и разных других там вещей, связанных с военной темой, то есть совместных проектов, короче, индийско-российских и по закупке вооружений стоимость в 20 раз превышает все контракты США. В 20 раз за 10 лет Индия потратила больше денег у России, чем она потратила на американские разные штуки. Опять же, причина, по мнению экспертов здесь, с которыми я знакомился, именно в политическом нежелании и, естественно, в бюрократии. А главная причина, опять же, которой не говорят тут, почему-то не говорят, это, естественно, Пакистан, который, естественно, лоббировал против. И пакистанское лобби еще с времен вторжения в Афганистан советского, очень сильное в Америке, потому как именно через Пакистан тогда поставки всяческих-то Аль-Каиде тогда, которая была тогда союзником, да, и маджахедам поставок всяческих вооружений, стингеров и так далее, оно все через Пакистан, поэтому остались связи наработанные старые, и они давным-давно действуют, да, с 80-х годов, поэтому понятно, что это лобби сильное. Когда вы начинаете какой-то проект, который, опять же, приносит огромные деньги, вы понимаете, и все эти поставки вооружений для войны с Советским Союзом в Афганистане, они были крупные суммы, и, естественно, что на этих крупных суммах и на крупных этих вложениях, не вложениях, платежах, нагревалось множество разных участников, потому что не все можно было делать открыто, а когда вы что-то делаете не открыто, то, соответственно, есть разные этапы, когда денежка, как это, to skin the cat, да, когда денежка уходит, очень много всяческих разных трат, идет на то, чтобы эта цепочка последников работала, то есть надо что-то прикрыть, и это то, как происходили эти поставки, есть какой-то фильм, я уже забыл, как он, кстати, называется, кто-то из моих зрителей, кто-то может напомнить мне, как это кино называлось, Том Хуэн сыграет того конгрессмена, который и организовал все эти поставки вооружений для того, чтобы с Советским Союзом там воевать, и там много интересного в этом фильме есть, насколько все это, соответственно, не важно, как это художественное произведение, это кино, по кино мы не можем об истории судить, но примерное хоть представление о том, как в Вашингтоне работает, как бы закулисная вся эта игра, она есть, да, как лоббируются интересы, там это показано хорошо, и многие вещи не показаны, но мы понимаем, что деньги вкладывались огромные, для премьера мы должны также понимать, что когда мы ввели войну в Афганистане в 2001-2021, 20 лет войны, и мы поставляли через Пакистан и разными логистическими путями, мы поставляли, например, туда топливо для наших войск, учитывая, если мы напоминаем, например, что Абрамсы вообще, по-моему, только на авиационном топливе ездят, например, да, ну что-то такое, короче, не дизельные танки, и галлон там бензина, например, стоил для наших траков, там галлон бензина стоил, что ли, ну 125 долларов, в итоге, когда он оказывался в театре военных действий, представляете себе, то есть он Пентагону столько стоил, представьте себе, сколько стоит в театре военных действий из Америки доставлять бензин, это уже было в 2000-х годах, а сколько же это стоило еще раньше, когда, например, нельзя было использовать, например, советские, российские линии поставки, а достаточно долго, по крайней мере, в детстве не ошибаюсь, до 2007-го года США через Россию поставляло своим войскам в Афганистан вооружение и припасы и всяческие разные ГСМ, говорите, шланочные материалы, короче, все, что нужно для того, чтобы снабжение войск шло через российскую территорию тоже, когда у нас отношения с Америкой, у Америки с Россией были хорошими, да, как это все происходило, были хорошими отношения, правда, Россия помогала Америке в Афганистане воевать. Теперь, несмотря на то, что солдаты советские из-за американских боеприпасов через маджахидов погибали в Афганистане за 20 лет до того. В общем, история интересная штука. Теперь возвращаясь к Индии. Понятно, что есть люди, которые высказывают определенные сомнения в том, что можно вот так вот сейчас без оглядки начинать с Индией дружить. Потому что, если мы передаем чувствительные военные технологии Индии, которые будут их использовать, не получится ли турецкой проблемы? Да, турецкая проблема, напомню, в чем была? В том, что Турция купила С-400 и инсталировала С-400. А при этом Турция была партнером и важным сегментом в производстве F-35. И должна была F-35 истребители наши получить после того, как они пошли как бы в производство. И после того, как они купили и инсталировали первую установку С-400, еще даже до второй системы ПВО российской, ПВО российской, да? После этого мгновенно, значит, все это было заморожено. Потому что нельзя одновременно, сказали наши и военные, как бы и политики, нельзя одновременно и рыбку съесть, и на елку влезть. Потому что ты не можешь иметь самые передовые самолеты американские и самую передовую, лучшую в мире систему ПВО. Да? Ну, так, по крайней мере, говорят. Потому что, то есть, если бы это была бы американская система, да? Если бы это был Патрик, то это была бы одна история. Но когда у вас есть, грубо, сейчас грубо, примитивно, русские инженеры военные, которые помогают настраивать систему и ее испытывать, и ее обслуживать, то вам, видимо, приходится сообщать какие-то коды. Опять же, я не военный эксперт, но могу себе представить, что отработка всяческих маневров с использованием С-400 требует понимания и знания, как функционирует Ф-35 тоже, без деталей сейчас, да? Потому что детали, это не мое в этом поле. И, соответственно, мы бы оказались предугрозой того, что наши военные секреты будут раскрыты. И это недопустимая ситуация. Вот теперь у меня вопрос. А что же мы делимся с такими военными технологиями с Индией, которая, и сегодня это будет объявлено, что это будет происходить, которая тоже купила С-400, если не ошибаюсь, и тоже уже использует С-400, если я не ошибаюсь? Это никак не повлияет ли это на сохранность американских военных технологий? Потому что вот мы вместе начнем производить с ними джет, моторы для истребителя. И тоже Индия будет знать некоторые вещи, а обслуживающие офицеры, допустим, российские, и инженеры, которые будут С-400 помогать обслуживать, они не будут ли тоже в итоге, в конце концов, в курсе того, что там индийцы ССФ-18 там производят и делают. Вот, и как дроны работают, например. Дроны же тоже могут быть целью, например, потенциальной для маневров. Ну, я фантазирую сейчас. То есть ситуация же ничем не лучше турецкой, а хуже, потому что Индия, правда, совсем суверенная страна, и много-много-много лет гордится своим суверенитетом, и во внешней политике принимает только те решения, только те решения, которые устраивают Индию, никого никогда не слушая, вообще ни на кого не обращая внимания, внешняя политика Индии очень реалистична. Только реализм, больше ничего, никаких глупостей, никаких разговоров, никаких намерений, все только по делу. И я представляю себе, что Индия сегодня в уникальном положении находится. Она большой друг, и всех фактически супер-пауэр, за исключением, конечно, Китая. С Китаем отдельная большая история, тем не менее. И с Китаем требуется диалог, потому что есть климат, есть много разных моментов, и есть военная ситуация, которая когда-то Индии была проиграна в 60-х. Часть все-таки спорных территорий в итоге Китай контролирует в Кашмире, есть китайская часть Кашмира. И там тоже не все так просто. И там тоже потенциально, теоретически точнее, могут возникнуть определенные проблемы. И да, китайская цивилизация, если слышать Хантингтона, она дружит больше с исламской, чем с индийской. Это традиция. Опять же, дружить с дальним против ближних, но это не совсем работает. В плане мусульман, они не дальние от Китая, они и в Китае тоже есть. Кстати, когда я говорил, что у игуров 200 миллионов, я прошу прощения, это, конечно, была ошибка. Я имел в виду, что всего мусульман в Китае проживает около 200 миллионов, и эту информацию я встречал в прессе. Вот, проверить это немножко сложнее, но я думаю, что тоже можно. Пожалуйста, те, кто мне написал, что у игуров в Китае всего 13 миллионов, вам огромное спасибо. Да, это вы меня сильно в этом вопросе поправили. Очень хорошо, я очень рад. Пожалуйста, я вам очень признателен. Теперь, ну понятно, что нельзя всю информацию в голове держать. Все ошибаются, и ваш покорный слуга в том числе. Теперь все говорят, вернемся, да, что Индия, что такого уровня сотрудничества еще никогда не было, и после того, как сегодня все эти сделки будут объявлены, а это большие контракты, и это долгосрочная история очень, после этого, можно будет сказать, что наконец-то произошел вот этот перелом. Эта встреча, этот приезд, это переломный приезд, ни у кого этого не получалось. Вот на таком уровне так в итоге решить эти вопросы. Ни у Обамы, который тоже охаживал индийских лидеров, ни у Трампа, который охаживал в моде, как только мог, и на самом деле много сделал для того, чтобы они в моде личные контакты были изумительные. Но таких контрактов не было анонсировано. То есть Байден на самом деле стоит на плечах других, понятно, это не новость, то, что он делает, но он как бы, это его та же заслуга. Все, что хорошее было достигнуто в предыдущих администрациях, он старается на этом что-то построить дальше. И надо, когда человек заслуживает кредит, надо ему его давать, правда? Вы знаете, как я отношусь вообще к успехам этой администрации? В принципе, их фактически нет, но вот это вот, я считаю, для Индии, для Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, конечно, тоже, это очень положительное развитие. И опять же, позволяет дать место для большего маневра нашей антикитайской, или как бы, в нашей игре в сторону Китая, скажем так, не обязательно антикитайской, потому как, пока еще все-таки ястребы в китайском направлении у нас тут, в Белом доме, не взяли как бы верх. Мне так кажется, все-таки есть надежда на то, что Джанет Йеллен сможет аккуратно нашептать президенту, что все-таки не надо, надо осторожней, очень аккуратно, потому что все они имеют еще ранг советников, кроме того, что они имеют ранг министра. Вот примерно, друзья, ждем с нетерпением анонсирования всех этих контрактов, но я думаю, что будущее покажет, что никоим образом никто другой, ни один из других игроков, который с Индией работает вместе, от этого не потеряет в итоге, потому что Индии все равно выгодно, да, и корабли российские перезаправлять, как и американские, Индии выгодно находиться в такой позиции, и все нуждаются в ней, все нуждаются в Индии. Посмотрим, как в итоге Модис может это использовать. Срок у него еще, по-моему, достаточно долгий, на посту. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать, Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, не очень большая получается часть, но, я надеюсь, информативная. Значит, сегодня на направлении контрнаступления украинских вооруженных сил была использована, по-видимому, ракета Storm Shadow, и она ударила по мосту, который соединяет, как бы, который является главным, одним из важнейших звеньев, точнее, в снабжении российских войск в Херсонской области, из Крыма, для передислокации, для снабжения, использовался, по крайней мере, до удара. Вот, удар произошел сегодня, и глава, российский назначенный глава Херсонской области, Владимир Сальда, сегодня на этом мосту, мосту, да, стоял, показывал дырку в нем от ракеты. Правда, эксперты еще официально не объявили о том, что это Storm Shadow, но РИА Новости сообщила, что, судя по обломкам, это Storm Shadow. Это пока самая дальнобойная, конвенциональное оружие, которое у Украины есть, давайте так, для простоты скажем, это британская ракета, и выступая вчера на каком-то брифинге, если не ошибаюсь, Сергей Шойгу сказал, министр обороны России, сказал, что если, развединформация несет ему, приходит информация о том, короче, что Украина готовит удары по Крыму серьезные с помощью тех ракет, которые у нее есть, это и Хайморс, Хаймор Билл Теорс Систем, да, и Storm Shadow, которые поставлены в Великобритании, с пользованием этих средств. Он сказал, что это будет, во-первых, это будет означать тотальное вовлечение как бы США и Великобритании в военный конфликт, это первое. А второе, что после этого Россия нанесет удары по центрам принятия решений в ответ на подобные действия. И это достаточно тяжелый знак еще большей эскалации, но это очевидные вещи, которые звучат как бы из той и с другой стороны. Сейчас и действия, которые происходят, Украина пытается разрушить пусть и поставок для того, чтобы контрнаступление шло быстрее и успешнее. При этом она также пытается, как видно из информации, которая приходит, перегруппироваться. Идет перегруппировка, потому что я так понимаю, что первый этап контрнаступления, который, наверное, можно считать уже близким к завершению, так мне кажется, опять же, я, может быть, спекулирую, потому что понятно, что информация, которая есть у меня, она явно не полная. И, естественно, мне не хватает множества деталей, которые нужны были бы, для того, чтобы делать подобные выводы. Но мне так кажется, что раз начинается перегруппировка, значит, украинская сторона не очень довольна тем, той скоростью, которой это контрнаступление происходит. И раз так, значит, нужно что-то делать. И вместо того, чтобы, как пишет в Остер-Джойн, логика за этим ударом по этому чон-бар-масту, был чон-гар-масту, да, была не... Теперь больше, опять надо внимания уделить каналам снабжения, как под Харьковом осенью 22-го года, да, было сделано. Сначала уничтожались пути доставок, и только потом началось как бы массированное контрнаступление. При этом украинская сторона периодически говорит, и сегодня, кстати, вы с утра, мы слышали от нашего одесского корреспондента, что на самом деле это пока не настоящее контрнаступление, это разведка боем. Может быть, это оно и так, но при такой разведке боем потери, о которых начинает потихонечку информация проходить, достаточно большие и правда. Не только с российских слов, скажем так, не только со слов российских источников. Да, есть и источники третьих стран, которые говорят о больших потерях обеих сторон, да, и украинские, естественно, тоже. И это означает, что, значит, не все идет так гладко, как на самом деле хотелось, и именно с этим, я думаю, вызвана перегруппировка, да, которая начинается, о которой вот Волт и Джонал сегодня написал. Сама по себе ситуация сохраняет свой невероятный эскалационный потенциал, также потенциально будущее размещение тактического оружия в Беларуси, этому не помогает, да, снижению какой-то эскалации не помогает. И опять же, слухи идут о том, что вот русские планируют взрыв Запорожской АЭС, я считаю, что это провокация и часть информационной военной кампании, мое такое мнение, потому что это немножко другого уровня, то, что может произойти, если в итоге это произойдет, и кто-то, да, какая-то из сторон на подобную вещь решится, то это прям серьезная, экологическая, прям, ну, страшная, я даже не хочу это дальше, дальше эту тему развивать, чтобы не давать метафизические возможности этому произойти на самом деле, но, опять же, льется вода на мельницу и той, и другой стороны от распространения этих слухов, еще раз, и это все очень повышает сильно нервозность, и опять же, нашим европейским партнерам Украины, да, нужно понимать, что они находятся, как бы, в очень неприятном и опасном сейчас месте, и нужно сделать все возможное, вместо того, не бросая в топку войны дрова дальше, а начиная диалог внятный, разумный, для того, чтобы все эти эскалационные ожидания стали нерелевантными, да, только так я как бы, просто эскалационные ожидания могут стать нерелевантными в двух случаях, да, в случае эскалации, когда это уже будет неожидание эскалации, или в случае прекращения на время хотя бы военного конфликта и начала серьезного вдумчивого разговора, когда же мы уже этого дождемся, я с нетерпением ожидаю, когда же голос разума начнет как бы пробиваться через стену тупости и иностранного влияния во всей этой истории. Правда. Ну, голос разума. Разума. Это очень важно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник в этой передаче. Хороших выходных.